В связи с распространением африканской чумы свиней проводятся отработки территории Новоядарского и Старобельского районов. Запрещено перемещение животных и пищевой продукции животного происхождения. Об этом сообщает на фейсбуке спикер Главного управления национальной полиции в Луганской области Татьяна Погухай со ссылкой на управление превентивной деятельности Главного управления национальной полиции в Луганской области. Какая ситуация сейчас? Будем просто сейчас поговорить с нашим гостем в студии. Андрей Хорошко, выполняющий обязательного начальника управления безопасности, харчовой продукции и ветеринарии Главного управления Держпродспоживслужбой в Луганской области. Андрею, добрый вечер. Будем с вами говорить, какая сейчас ситуация и в Украине, и в Луганской области. Если разрешите, я хочу поздравить наших зрителей с праздником таким большим, как мы сегодня отмечаем. Пожелать мира в душе, мира в семьях, мира в Украине, здоровья. Что касается африканской чумы свиней, то действительно это проблема, которую мы сейчас будем обсуждать. Она для Украины не новая, она существует у нас в стране с 2012 года. Первые случаи были зарегистрированы. И немножко дам характеристику заболевания. Это в первую очередь вирусная болезнь. Болеет исключительно свиньи, восприимчивые животные, дикие, домашние, декоративные. Это чисто типовая принадлежность возбудителя. Человек не болеет, человек не заболевает. Для человека она безопасна. Страдает экономика. Это такая короткая характеристика. Ну и начиная вот с ситуации в Украине с 2012 года, повторюсь, у нас уже было зарегистрировано по сегодня 151 случай этого заболевания на территории 19 областей. Фактически мы из 24 областей имеем только 4, где это заболевание не встречалось. В 16 областях, в прошлом году наше государство регистрировалось это заболевание. И было зарегистрировано 91 случай. И в этом году, с начала года, 5 новых очагов уже зарегистрировано в Украине. И в том числе, в списке в этом появилась Луганская область, где 5 числа января месяца было обращение в нашу службу по поводу заболевания животного. Наши специалисты, конечно, выехали. Мы, кстати, реагируем на все случаи поведомления по заболеванию, на выявленных, найденных мертвых животных. С ними, с каждой головой работаем. И материал от каждой головы направляем в лабораторию. И исследуем на наличие антигена вируса африканской чумы свиней. И как раз в тот случай, когда после проведенных лабораторных исследований, к чести наших специалистов, мы очень оперативно сработали. Повторюсь, 5-го мы узнали в 10 часов. И в 6-го числа уже мы в 12 часов получили результат положительный. Днепропетровская региональная лаборатория о том, что у нас зарегистрирована африканская чума свиней. Но это как раз я говорю про Сватовский район. И ровно через 12 дней, 17-го числа, та же самая ситуация, к нам обратились. Если за первый случай, мы говорим, это была организация, подсобное хозяйство, то в этом случае это уже частное подворье от человека, у которого содержалось 17 голов свиней. Как раз начали животные болеть, он обратился к нам. Одно животное пало, мы отобрали материал и получили все-таки второй положительный результат на африканскую чуму свиней. Но вот вернемся к экономике. Почему она опасна для территории? Моментально наша Украина является страной-участником МЭП, это Международное эпизодическое бюро, где мы обязаны сообщать обо всех случаях, в частности, африканская чума свиней в этом списке. И, соответственно, другие страны-участники МЭП видят на информацию о том, что у нас происходит. И, соответственно, автоматически разрываются контракты. Разрываются контракты, вот даже взять примером нашу область, это уже белорусы отказались от поставок. Мы им экспортировали шроты и комбикорма. То на сегодня это уже, скажем так, это действие приостановлено. И тут включаются уже экономические факторы, о которых я говорил. В том числе мероприятия, связанные с ликвидацией этого заболевания, они несут на себя ограничения. Эта инструкция четко говорит, какие ограничения, в каких случаях они вводятся. И на сегодня решением ДНПК при Старобейской райдерш-администрации и Сватовской райдерш-администрации состоялись заседания ЧПК и принято решение по проведению мероприятий, по ликвидации этого заболевания. Соответственно, эти мероприятия носят ограничения. Ограничения в перемещении животных, в отдельном случае это будет решаться вопрос о принудительном изъятии животных у населения. Вот это самый неприятный фактор, вот здесь, который вторая экономическая составляющая. А коли уже доходит до того, что просто забирают у людей эти свиньи? Вы говорите, что 17 было свиней, одна захворела. Утримали всех, забрали? На сегодня эти все животные уничтожены и сожжены. То есть это, почему это заболевание, оно не имеет лечения, оно и не имеет профилактики. Единственная борьба с этим заболеванием, это уничтожение животных и сжигание. Это прописано в инструкции, написано, где лечить запрещено. Это то заболевание, где инструкция, заброняется ликувание. Вот, поэтому на сегодня вот такие меры уже проводятся. Животные в первом случае 5 голов уже спалены, во втором случае сожжены 16 голов. Ну и решается, уточняется количество поголовья населения. И это поголовье будет выкупаться у населения. Выкупаться тут ключевой фактор, оно не будет забирать. Будет компенсатер. Конечно, конечно, это не будет, это не 37-й год. То есть это будет цивилизованно выкупаться у населения и изыматься животных. То есть государство будет выкупать и поступать в соответствии с инструкцией. Или уничтожать какие-то, ну там же имеются зоны по ликвидации. То есть это определяет каждый, ну отдельный случай вот эти зоны. Поэтому и с этим связано будет тоже неудобство. Ограничения в торговле. Есть постановка кабинета министра, она определяет порядок ли компенсации за животных, которые изымаются в населении в период ликвидации вспышки этого заболевания. Все будет в соответствии с законом приниматься, потому что... А насколько, вот какая вообще скорость распространения этого вируса, насколько быстро и каким путем он передается? Ну, скажем, научных таких подтверждений нет конкретно, вот допустим, это будет раз в месяц у нас вспышка. Тут в зависимости от того, что послужило фактором заноса инфекции, в каждом конкретном случае. Но вот на сегодня, если взять соседнюю Харьковскую область, то в течение ближайших полгода мы видим у них уже шестой случай. Вот буквально вчера Дергачевский район зарегистрировал новую вспышку африканской чумы свиней. То есть тут в зависимости от того, что послужило. Вот если в Старобейском районе четко мы понимаем, что это пищевые отходы, а это первый путь и очень такой активный фактор заражения животного элементарно через пищу, то Сватовский район, мы сейчас пока устанавливаем этот источник, что послужило. А как можно люди не захистить свои господарства? Чи можно захистить своих свиней от того, чтобы тем же шляхом, просто нагодувавши их, також можно заразить? Какие правила? Очень простые правила. Это в первую очередь ограничить, ну если в семье есть животное, которое вы выращиваете, первое, это что надо сделать, чтобы за ним ухаживал один человек. Чтобы этот один человек имел сменную обувь. По возможности есть элементарные средства дезинфекции, которые можно использовать. Банальные, что мы в хозяйстве используем, это сантехнические. Спрей, я понимаю, так дезинфицируется. Да, то есть это вирус, он нестойкий, и конечно это проваривать, проваривать то, чем вы кормите животного. Если это пищевые отходы, ну бывает дома скапливаются, да, но их надо прокипятить. Не кидать какое-то там сало, чтобы не попал контаминированный материал туда. То есть если это даже зерновые, это тоже надо сварить. Сварить, потому что, ну не исключаем, что может быть дикий кабан, который является фактором передачи этого вируса, то где-то он был в поле, там, да, и где-то как-то вот какие-то его следы остались на зерне. То есть, ну опять же, это гипотетически. Сейчас на сегодня в дикой фауне в Луганской области мы не имеем случаев выявленных заболеваний. Но, как фактор передачи, вот надо проваривать зерновые культуры. И следить, конечно, чтобы ограничить посещение, чтобы никто не ходил там посторонне. Вот сидит она, кормите, да и пусть сидит потихоньку. Я хочу нагадать номер прямого эфиру 050 210 08 98. Если у вас возникли вопросы, а у вас есть проблемы, которые вы хотите поделиться, то телефонуйте до нас в студию 050 210 08 98. И також хотелось бы поговорить о том, что до вас вертались уже господаря, которые видели, что тварина заболела. Как можно отразить, что это африканская чума, а не настолько небезопасное заболевание? Ну вот, как раз это то заболевание, которое... Ну, у нас любое заболевание имеет ряд признаков, которые мы должны исключить. Группа заболевания. То есть, африканская чума не есть исключением. Но на сегодня, конечно, единственный способ четко установить, что это африканская, это лабораторный метод. То есть, есть характерные патолого-анатомические изменения, которые характерны для африканской чумы, но они также характерны для ряда других заболеваний. Поэтому только лабораторные... Мы сразу ставим подозрения, направляем материал, и вот именно лабораторный метод позволяет нам исключить это заболевание. Это будет какой-то опыт, козвали до вас, а потом уже будут вырешивать... Да, мы уже будем вырешивать... Да, обязательно. Вот я хочу обратиться к нашим зрителям о том, что любые случаи заболевших, если вы видите, что животное заболело, обратитесь в ветеринарную медицину. Это первое, что надо сделать. А вот на областном уровне, то есть, когда уже свинья заболела, понятно, ее лучше отдать на утилизацию, скажем так, если можно так выразиться. Как можно предотвратить попадение вируса в целом в область? То есть, до этого не было этой болезни у нас на Луганчине? Да, действительно. Вот как раз вот над этим моментом мы очень активно работаем. Активно работаем через заседания областных ЧПК, которые при областной облагосадминистрации, где мы четко доводим до территории, что является первостепенным для того, чтобы это заболевание не допустить на территории области. Ну, это... Первое, это перемещение. Спасибо национальной полиции, мы очень тесно работаем. На сегодня уже более года, как бы, мы общаемся, и постоянно в контакте идет отработка территории, ну, имеется в виду автошляхи, да, дороги, для того, чтобы исключить перемещение животных без документов. Это вот первый фактор, который влияет на скорость распространения инфекции. Это перемещение без документов животных. Второе, это, конечно, соответственно, стихийная торговля таким мясом, да, вот мы, ну, не секрет, такое может быть и бывает, и мы с этим боремся, и на сегодня активно боремся, потому что это, ну, единственное, не единственное, а ключевой фактор, да, чтобы не допустить распространения этого заболевания. И, соответственно, ну, специфические идут иммунопрофилактики, вот, ну, как они не специфические, это вакцинация свиней противоклассической чумы осуществляется, но как один из факторов, который может сдерживать это заболевание. И, соответственно, вот, господарство, которое содержит животных, это четкое выполнение рекомендаций службы по биобезпеке своих господарств, то есть это закрытый режим работы, это ряд комплекс, который именно определяет, что делать невозможным или минимизирует фактор попадания вируса на территорию. А вот вы говорили про то, что, ну, людина не может заразиться, а м'ясо тварины, яка померла через эту хворобу, воно несет какую-то небезпеку для человека? Никакое. Абсолютно. Не, ну, если оно померло, соответственно, это как труп, да? Ну, так как труп у нас вообще категорически запрещается, где-то вот использоваться для кулинарных целей, это, ну, это ЧП, да, допустим, как мы считаем. Даже если животное убито там электрическим током, захлебнулось водой, мы это исключаем, чтобы это, не дай Бог, попадало к человеку. Если оно умерло, ну, это, соответственно, тоже фактор. Сам вирус, он безопасен для человека, абсолютно безопасен. Чисто вот страдает экономика, и вот поэтому мы вот сильно вот этому нюансу уделяем. Очень. Зараз пока что вот в двух лише районах Луганской области так есть спалахи цієї хвороби. А зараз на сколько ситуация там вот, вонакрована? Конечно, конечно. Все там вылучило, там не... А эти проверяя, это вы суси, вот в подверье захворела тварина, суси, не под подверье, проверяя, это, может ли вы как-то проверяете? Обязательно, но я, да, если рассказывать про полный комплекс мероприятий, которые на сегодня проводятся в этих районах, где имеются неблагополучные пункты по африканской чуме свиней, то первое, это, конечно, идет подворные обходы для того, чтобы установить, что мы имеем на территории. То есть, сколько дворов, животных в них, общаемся с людьми, предупреждаем, уточняем поголовье еще раз, клиническое состояние этого поголовья, устанавливаем за ними клинический контроль. То есть, это то, что на сегодня осуществляется уже в этих двух районах, это работают бригады, это под эгидой, значит, мероприятия, утвержденные ДНПК, Державно-назвичайная противопезотическая комиссия. Сюда включены практически все органы, которые представлены на территориях, это Держпрод, ветеринария. Бачим, что ситуация керована, все же таки под контролем находится. Да, да, у вас находится под контролем сегодня. Дякуємо, что были сегодня в нашей студии. Спасибо. Спасибо вам, что пришли. Я напомню нашим телезрителям, что у нас в студии был Андрей Хорошко. Виконача обовязк начальника управления безопасности харчевой продукции и ветеринарии Головного управления Держпродспоживслужбы в Луганской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова